На Псалом 137 Славлю тебя всем сердцем моим! Перед богами пою тебе! Об этом я часто беседовал с вами, потому оставив это, перейдем к следующему. Что значит и перед богами пою тебе? Если он говорит об ангелах небесных, то слова его имеют такой смысл. Постараюсь петь вместе с ангелами, буду соревновать им, ликовать вместе с горними силами, хотя я и отличен от них по природе, однако постараюсь усердием сравняться с ними. Если же примем эти слова по изъяснению других переводчиков, то мне кажется, он говорит о священниках. Писание обыкновенно называет священника и ангелом, и богом. То оно говорит, «Суди, не злословь в народе твоем, и на князей твоих не произноси хулы». Исход 22-28 «Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Малахия 2.7 Таким образом, если принять последнее, то сказанное нужно понимать так. «Со священниками, в их присутствии, когда они будут начинать и предшествовать, и я с подобающим благочинем пойду, последую за ними и воспою тебе». Поклонюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. «Видишь ли великую благодарность? Видишь ли напряженное внимание? Не так, как некоторые из людей, беспечных и рассеянных, которые до получения бывают ревностны, а после получения нерадивы. Он и до получения усердно приступает, и после получения непрестанно благодарит. А из того, что он был услышан Богом, видно, что он совершал молитву чистую и превосходную, потому что мы тогда особенно бываем услышаны, когда молитва наша благоугодна ему. Итак, от нас зависит и то, чтобы мы были услышаны. Когда мы просим того, что Бог достойно может дать, когда просим с усердием, когда сами делаем себя достойными получения, тогда он слышит и моление, и подает просимое, поклоняясь перед святым храмом твоим. Немало и это добродетель, когда кто может входить в храм, и входя поклоняться с чистой совестью, не в том дело, чтобы преклонить колено или войти в храм, но в том, чтобы войти с душою усердною и с умом внимательным, чтобы пребывать в нем не телом только, но и душою. Немалое достоинство поклоняться Богу всех так, как должно поклоняться. Если перед царями это считается достоинством, то тем более перед Богом всех. И славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Что это значит? Буду благодарить, говорит, тебя за то, что я испытал на себе великое твое попечение, потому что я не за свои заслуги удостоился возвратиться в Отечество и увидеть храм, но по милости твоей и человеколюбию твоему. За то буду поклоняться тебе, за то буду славить имя твое. Что меня, достойного казни и мучений, и стоящего того, чтобы постоянно жить в чужой стране, ты скоро возвратил оттуда, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Смысл этих слов следующий. Не за благодеяние только я буду благодарить, но и за самую славу твою неизреченную, за величие беспредельное, за естество непостиженное. Ибо возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. То есть благодеяниями, стихиями, тем, что на небе, тем, что на земле, делами в отношении к врагам, делами в отношении к своим. Нет ни одной части создания горнего и дольнего, которое не возвещало бы звучнее трубы величия имени твоего. Представим ли ангелов, или архангелов, или бесов, или бесчувственной стихии, камни, семена, солнце, луну, землю, моря, или рыб, или птиц, или озера, источники реки, во всем является великое имя твое. Это и Бог обещал, сказав, что день, когда призовешь меня, услышу тебя и скажу, вот ты воззвал, и я поспешил. Этого и пророк просит. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Таковы души, находящиеся в скорби. Они хотят скоро увидеть избавление от бедствий. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. Что же значат эти слова? Возвышенно называется все высокое. И возвышениями моря называются, его волны и поднятия. Поэтому умножил, значит, вознесешь меня, возвысишь меня. То же он сказал и в другом месте. По высоте твоей, по величию, ты возвысил сынов человеческих. То есть вознес, возвысил. Так и здесь он говорит. Возвысил меня, чтобы выразить, ты исполнишь меня великой радостью, сделаешь душу мою возвышенную. И что всего важнее, не допустишь, чтобы это возвышение мое, эта радость моя была скоротечна. Но сделаешь ее крепкою, прочную, твердую и неподвижную. Вот что значит. Возвысишь душу мою силою твоею. 455. Смысл этих слов следующий. Ты возвысишь меня силою, вознесешь крепостью и поможешь мне. Хорошо, сказал он, в душе моей, это особенно свойственно Богу, ободрять души среди скорбей, как и было с апостолом. Их бичевали, а они возвращались с радостью. Так возвышена была душа их. Это преимущественное дело силы Божьей, это преимущественно является могущество Его, не допускать душу падать среди бедствий. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. Посмотри на признательность Его. Он недовольствуется тем, что сам благодарит, но и всех властителей призывает к участию в благодарности, и даже венценосцев. Хотя и велика, говорит, их власть и сила, но все они должны благодарить тебя и за то, что сделано для других. Выражая это, он и присовокупляет. Услышат тебя, цари земные прославят, услышат слова твои. Если они будут благодарить, то получат отсюда великое приобретение и пользу. Дары твои так открыты для всех, что кто хочет, может участвовать в них и пользоваться ими. И царство не может доставить людям столько пользы, сколько слышание слов твоих. Это для них безопасность, это сила, это украшение, это великолепие, это царство, это блеск и могущество. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Если читать в путях твоих, то сказано, значит, в законах твоих, в повелениях твоих. Если же пути твои, то пусть, говорит, повествует, прославляет, возвещает славные дела твои. Это именно и значит слово воспоют. То есть всем известно, всем ясно, всем очевидно, всем готово благодетельствовать, так что все обязаны ей благодарностью. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Высок по естеству, высок по существу, но здесь еще говорится применительное к служению иудейскому, и не в строгом смысле. А далее он поясняет это и смиренному слушателю, внушает глубокую мысль. Что же значит высокое? Здесь говорит о предведении, которые особенно свойственны силе Божией. Поэтому и у пророков Бог часто этим опровергает заплуждение идолослужителей. Так как Он сказал, высок Господь, то добавляет, и смиренного видит издали. Добавляет показать, что Бог не просто знает высокое, но и на большом расстоянии, то есть прежде, нежели оно сбылось, прежде, нежели исполнилось, прежде, нежели осуществилось на деле. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Не сказал, отгонишь скорбь, но среди самых скорбей оживишь меня, то есть сможешь спасти среди самых опасностей. Это и удивительно, и необыкновенно, чтобы в то самое время, когда окружают бедствие и враги, поставить в безопасности человека, окруженного ими. Видишь ли величайшую силу, простирающуюся на ту и другую стороны, и меня, говорит, находящегося среди бедствий, ты можешь спасти, и их беснующихся, неистувствующих и дышащих огнем, смирить и укротить. Спасет меня десница твоя, то есть сила твоя, крепость твоя, подлинно у Бога есть все пути и все средства, и из отчаянного положения он может привезть ко спасению. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек, дел рук твоих не оставляй. Если я пойду и посреди напасти, говорит он раньше, ты оживишь меня, простерешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Не сказал, отомстит, а воздаст, дабы показать, что хотя долг на мне, но он удовлетворит и уплатит, потому что он человека любив. Можно относить это и к тому, что сделано для нас Христом. Он воздал за нас. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй. Приводит два основания для получения милости. Одно то, что Бог милосерд и благ. И милосерд постоянно. Так что человеколюбие его никогда не прерывается, не прекращается и не вмешается. А другое то, что он творец и создатель. Но если мы на этих основаниях и спрашиваем себе спасения, то есть своей стороны должны являть что-нибудь достойное милости. Помилуй, говорит он. Кого помиловать, того помилую. Он милует не без разбора, но и он также делает некоторые различия. Если бы он миловал без разбора, то никто не подвергался бы наказанию. И так будем делать должное не только для того, чтобы получить милость, но и потому, что мы созданы Богом. Кто создан Богом, имеет такого Творца и Царя, тому должно вести жизнь, достойную его попечения и такого промышления. Если мы будем так поступать, то получим будущие блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.